Завывание ветра сегодня, как далекое эхо материнского плача в 2000 году, когда за одни сутки без сыновей остались десятки семей. 1 марта солдаты-срочники встали на пути боевиков. Собой они преградили путь террористам в Чечне. 90 десантников против 2,5 тысяч противников. Выжили в этом бою шестеро. До 1 марта в бою приходилось участвовать? Нет, это реально первый бой. Страшно? Да, было страшно тогда. Эти моменты. Этот минометный обстрел, труп. Было страшно видеть своих товарищей уже неживыми. Сергей Медведев был родом из Бийска. Его вызвали в часть из отпуска. Начиналась чеченская кампания. Брат Евгений рассказывает, что он собирался поскорее приехать домой, купить квартиру. После похорон Сергея семья получила письмо от него из Дагестана. Он писал, что все будет хорошо. Вы знаете, он для меня как бы это, он есть. Его сказать, что умом сознаешь, умом сознаешь, что его нету. А сердце кажется, что вот смотришь на ребятишек там, у меня дочки, Ксюша, она вот характером, прям на него смотришь, вот думаешь, ну вот, откуда бы так вот. Такая же вот насупица так. По словам Евгения, брат никогда не собирался становиться героем. Но они росли без отца и поэтому привыкли решать проблемы и идти до конца. Героизм волею случая. Трехлетний мальчик здесь читал стихотворение, посвященное Дню Победы, да, и я еле нашла этого мальчика. Ну вот, тоже патриот, тоже растут. Так что я думаю, знаете, любой из них, если понадобится, отдаст. Просто не думаешь же про это. Барнаульская аллея памяти военнослужащих 6-й роты первая в России. Она появилась спустя 20 лет после того страшного боя. Чтобы напомнить, никто не забыт и ничто не забыто. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.